ТЭЦ-2, обросшая домами, премьер предположил переселение в случае запуска объекта. Жители сегодня целый день митинговали с требованием узаконить их жилье. Инфекция, от которой давно есть спасение. Полиэмилит бушует в Таджикистане, ВОЗ переживает за соседние страны. Вакцины у нас в достатке, но много отказников. Инвесторы уходят из Кыргызстана. По данным надстаткома, отток прямых инвестиций страны за прошлый год составил порядка 800 миллионов долларов. Тамги, счетные знаки и пиктограммы. Так древние кыргызы, проживая еще на Енисеи, передавали информацию. Теперь есть памятник древнекыргызской письменности. Здравствуйте! В эфире новости в студии Елена Кобзева. Республика продвинулась в борьбе с отмыванием незаконных доходов и противостоянием финансированию терроризма. Об этом сегодня президенту Садуру Джапарову рассказал глава госслужбы финансовой разведки Конадбек Тургунбеков. По его словам, страна улучшила свой рейтинг в этой сфере по 13 позициям. Применяемые Кыргызстаном меры и достигнутые результаты, по словам Тургунбекова, рассматривались на 31-м пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Тем не менее, по мнению президента, есть над чем работать. И делать это нужно в содействии с ГРС, налоговой и кадровой службами. Как можно быстрее, добавил Садыр Джапаров, нужно создать электронные базы данных и механизмы финансового мониторинга публичных должностных лиц и бенефициарных владельцев юридических лиц. Это отмечено в положениях Конвенции ООН против коррупции и в рекомендациях группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Активнее финразведки, по мнению президента, нужно работать по вопросу возврата активов, выведенных из страны незаконным или преступным путем. А еще наладить тесное взаимодействие с бизнес-сообществом для внедрения механизмов добросовестного управления, обеспечения финансовой прозрачности, повышения рейтинга и инвестиционной привлекательности страны. О мерах по поддержанию и защите здоровья населения Кыргызстана сегодня говорили президент Садыр Джапаров и директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Последние совершают в эти дни визит в нашу республику. По словам главы государства, Кыргызстан выражает благодарность за оказанную помощь в рамках борьбы с пандемией коронавирусной инфекцией. Наша страна разделяет стратегические цели организации в области охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия, поддерживает продвижение цифровой медицины, пропаганды здорового образа жизни и готова к совместной работе по усилению кадрового и научного потенциала в этой сфере. По словам Ханса Клюге, с последним визита он заметил ряд положительных преобразований в сфере здравоохранения. В частности, существенные достижения в области реформирования первичной медико-санитарной помощи. Процесс развития в любом случае, подчеркнул Клюге, должен сопровождаться цифровизацией системы. Он выразил готовность к продолжению плодотворного сотрудничества. Мы очень позитивно оцениваем сотрудничество с Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения и продолжаем разделять стратегические цели организации в области охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия. Готовы к сотрудничеству по внедрению цифрового здравоохранения, совершенствованию политики в отношении психического здоровья по вопросам ликвидации болезней, предупреждаемых путем вакцинирования населения. И мы надеемся на дальнейшее содействие ВОЗ в вопросах финансирования услуг здравоохранения на основе потребностей населения с учетом международного опыта. Прививочную кампанию от коронавируса начнут в Кыргызстане с понедельника новой недели. 29 марта, как сообщили в Минздраве, прежде всего вакцинировать планируют врачей. Тех, кто работает в красных зонах, на скорых, отделениях интенсивной терапии и долгосрочного ухода за больными. Также прививку от ковид получат пограничники и милиционеры. Вакцинирование, подчеркнули в Минздраве, будет добровольным препаратом китайской разработки Синофарм. Его, напомним, доставили на прошлой неделе в количестве 150 тысяч доз. Это инактивированная вакцина. При ее создании используется болезнетворный вирус или бактерия, которых убивают с помощью химических реагентов тепла. В данное время идет процесс одобрения со стороны научно-технической группы экспертов иммунизации документов на вакцину. Пока вакцину доставляют в прививочные пункты в Аше, Бешкеке и Чуйской области, медикам проводят инструктаж, как делать прививку. Синофармом привиты уже более 12 миллионов человек в 65 странах, в том числе Китае, Арабских Эмиратах, Турции, Узбекистане, Бахрейне и других. Побочных эффектов не выявлено, заявили в Минздраве. Однако сегодня в парламенте депутат Забек Икрамов отметил, что чиновникам нужно предоставить информацию о вакцине. Граждане боятся, и если действительно препарат не опасен, добавил Икрамов, пусть первыми вакцинируют именно министра и главу Кабмина. 29 марта собираются начать вакцинацию. Минздраву следует дать информацию, откуда поступила вакцина, какие побочные эффекты есть, стоимость какая и прочие данные. Пусть придут и подробно расскажут про вакцину. В интернете есть информация о том, что после вакцинации наблюдается ухудшение в состоянии здоровья. Даже есть летальные исходы. Пусть в прямом эфире министр здравоохранения получит вакцину, премьер-министр, члены правительства, следом депутаты. И только потом уже вакцинировать население. И только потом уже вакцинировать население. Это должно быть добровольно и бесплатно. А между тем, по республике стабильно каждый день заражаются этой инфекцией более сотни человек. За последние сутки 106. Больше всего снова в Бишкеке. 61 заболевший. В Чуйской области 40. А вот в других областях пока прирост не наблюдается. За сутки скончались два человека. Оба пациента в Бишкеке. А в итоге за минувший год, по официальным данным, умерли от лабораторно подтвержденного COVID-19 и внебольничной пневмонии 1494 человека. Тем временем эксперты Центра политико-правовых исследований, в частности по финансированию систем здравоохранения, опубликовали заключение о том, что наша республика с большим запозданием начала активный поиск вакцины от COVID-19. И сегодня Кыргызстану следует готовиться к новой волне, что уже наблюдается в соседних странах. Кроме подготовки обновленных клинических протоколов, эксперты говорят о необходимости скорейшего завершения строительства новых отделений инфекционных больниц в Аше и Нарыне, не говоря уже о запасах СИЗ. Специалисты советуют властям нашей страны ужесточить меры по санбезопасности в отношении ношения масок и социального дистанцирования. Нурбулат Усенбаев и Мадамин Каратаев, заместители главы Министерства здравоохранения, уволены. Эту информацию подтвердили в ведомстве. Что послужило причиной освобождения их от должностей, не сообщается. В министерстве говорят, что это может быть связано с изменением структуры правительства и реорганизацией Минздрава. Напомним, теперь это министерство не только здравоохранения, но и социального развития. Последние преобразования в Кабмине, как сообщалось, были нацелены на оптимизацию штата чиновников. Так или иначе, оба заместителя много лет проработали в ведомстве, считаются опытными не только медицинскими специалистами, но и госслужащими. Иммунизацию от полиэмилита, как и от других инфекций и вирусов, в республике снова ведут согласно графику. Медики возобновили все плановые прививки после некоторой паузы, взятой в прошлом году на фоне эпидемии COVID-19. Во многих странах вводились режимы чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения, как и у нас. Но это, как заявили в ВОЗ, не должно останавливать прививочные кампании от других опасных и уже известных болезней. В соседнем Таджикистане уже сегодня фиксируется вспышка полиэмилита. У нескольких детей уже случился паралич. ВОЗ беспокоится за соседние республики. Медики говорят, что готовы прививать всех детей, но не соглашаются многие родители. В Кыргызстане полиомиелит побороли еще в прошлом веке. Последний раз случаи дикого полиовируса в нашей стране врачи регистрировали в 1993 году. Помогла вакцинация, рассказывает врач-невролог Нурмухамед Бабаджанов. Прививки защищают ребенка на всю жизнь, вырабатывается иммунитет. Это минутное дело. Несколько капель в рот и все. Нурмухамед Бабаджанов вспоминает, что одна из последних вспышек полиомиелита случилась в 2010 году. И это было в соседнем Таджикистане. Все потому, что многие отказывались от вакцинации. И вот теперь там снова обострение ситуации. Отечественные медики отмечают, что вирус вполне мог попасть и в нашу страну. Но благо Кыргызстан это заболевание обходило стороной. Полиомиелит это очень серьезное заболевание. Несколько раз опаснее, чем коронавирус. Так как она поражает именно передние рога спинного мозга. Спинной мозг, который приводит к печальным провесам, это параличу. Может и к смертности приводить, но чаще всего это паралич. 95-98% детского населения будем охватывать прививками, то его уже не будет. И этого вируса не будет. То есть места для себя он не найдет. По словам Нурмухамеда Бабаджанова, раньше прививку от полиомиелита начинали делать еще в роддоме. На второй-третий день после рождения. Ситуация в стране стабилизировалась, поэтому было решено приступать к вакцинированию детей в возрасте двух месяцев. Второй раз прививку делают в три с половиной месяца, следующую в пять месяцев. Сегодня эту прививку и остальные необходимую ребенку сделали маленькой Юлии. Из-за пандемии коронавируса вакцинацию в прошлом году пришлось приостановить. В начале этого года врачи стали ездить по регионам, делать прививки детям от полиомиелита краснухи. По национальному календарю профилактических прививок всего 12. Мобильные клиники действовали и в столичных жилмассивах. По Первомайскому району от вакцинации отказались родители 250 детей до года, что составляет около 6% от общего количества малышей этого возраста по этому району. В эру интернета люди часто прислушиваются не к медикам, а к непонятным экспертам с экрана компьютера или телефона. Стало много тех, кто называет прививки частью теории заговоров и заявляет, что не верят в болезни. А бывает, что некоторые родители не прочь привить своих детей от полиомиелита и краснухи, но принимают штыки АКДС, ацербированную коклюшно-дифтерийно-столбнячную вакцину. Другие, наоборот, рассказывает заместитель директора Объединенного центра семейной медицины Первомайского района Диляра Искакова. Есть отказники, есть родители, которые отказываются по религиозным убеждениям, по недоверию вакцины. Хотя мы долгое время проводим борьбу с этими отказниками, то есть проводим беседы. Вот эта когорта детей, которые отказываются, как раз таки остаются незащищенными от этих болезней. Вот этого многие родители не понимают. По республике, отмечают в Минздраве, в прошлом году от прививок отказались родители более 7 тысяч детей. 60% от этого числа именно из-за религиозных убеждений. Отметим, в основном полиомиелиту подвержены дети в возрасте до 5 лет. Но могут подхватить этот вирус и взрослые, если не делали прививку. Такие случаи были раньше в других странах среди мигрантов. Если вследствие полиомиелита появился паралич, то необратим, говорят врачи. Человек на всю жизнь останется инвалидом. По данным Всемирной организации здравоохранения, эндемическая передача вируса продолжается в Афганистане, Нигерии и Пакистане. Если в мире остается хоть один инфицированный ребенок, то риску заражения полиомиелитом подвергаются дети во всех странах. Вирус распространяется воздушно-капельным путем, но чаще всего через грязные руки и пищу. Руки перед едой нужно тщательно мыть с мылом. А еще врачи рекомендуют кипятить молоко и пить только чистую питьевую воду. А еще отказаться от купания в неприспособленных для это водоемах. Ну и конечно нужно тщательно мыть фрукты, овощи, особенно сухофрукты. Ну и конечно прививаться. Ведь кроме иммунизации, средства от полиомиелита, лучшего средства от полиомиелита, человечество пока еще не придумало. В соседнем Таджикистане вновь выявлен полиомиелит. По данным Всемирной организации здравоохранения, паралич зафиксировали у четырех детей. У них обнаружили циркулирующих полиовирус вакцинного происхождения второго типа. Как говорят медики, если население полностью иммунизировано, люди будут защищены как от вируса вакцинного происхождения, так и от диких полиовирусов. Из-за выявленных случаев в Таджикистане Всемирной организации здравоохранения порекомендовала провести с соседним странам соответствующую подготовку и быть в любой момент готовыми предотвращать, выявлять и лечить случаи полиомиелита. Несмотря на действующий мораторий на проверки бизнеса госорганами, предприниматели заявляют, что их положение так и не изменилось в лучшую сторону. Не только крупные, но и средние и мелкие инвесторы вынужденно сворачивают свое дело, которое вели в Кыргызстане. Кого-то выгоняют из помещения, в которое бизнесмен вкладывался, у кого-то опечатывают склады с продукцией, парализуя работу торговой сети. А кто-то жалуется, что пережил уже не одно покушение на собственную жизнь. Над Статком отмечают, что отток прямых инвестиций за прошлый год составил 800 миллионов долларов. Кроме пандемии, бизнес так и продолжает страдать от давления со стороны правоохранительных и фискальных органов. Алис Алихи Флазуглу – гражданин Турции. 14 лет назад мужчина решил открыть свой бизнес в Кыргызстане. В 2007 году, продав несколько квартир, он прилетел в нашу страну и привез с собой деньги на стартап. Долго не думая, предприниматель определился, что откроет в Бишкеке общепит. Арендовал для этого 10 соток земли. Отремонтировал расположенное там старое здание кафе. Итак, за время пребывания у нас в стране бизнесмен из Турции инвестировал в Кыргызстан свыше 750 тысяч долларов. А сегодня пакуют вещи. Его попросили освободить помещение. Сотрудники госокотехинспекции и хозяйка говорят, что здание нужно снести. Но ведь убытки понесут, а я, не они. Я ведь ранее не знал, что эта земля принадлежит мэрии города Бишкек. Ранее хозяйка сказала, что земля досталась ей от бабушки. Но ведь если так, значит должна быть красная линия. Предприниматель из Турции констатирует, в Кыргызстане интересы инвесторов никто не защищает. Говорит, за все время пребывания в Бишкеке на его жизнь покушались дважды. После тех событий он принял решение отправить свою семью на родину, в Турцию. Ведь там они будут в безопасности. Бизнесмен говорит, если проблема не решится до 5 апреля, то он навсегда покинет нашу страну. Алис Алихев Лазуглу не раз обращался в милицию с просьбой принять меры в отношении людей, которые якобы хотят завладеть его кафе. Правоохранители даже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Предприниматель был признан потерпевшим. А потом случился суд, и Ленинская районная инстанция постановила снести общепит. Сейчас, говорит бизнесмен, дело находится в Бишкекском горсуде. О своей проблеме кому только бизнесмен не рассказывал. В курсе уже все, в том числе и директор агентства по продвижению и защите инвестиций Алмамбет Шакмаматов. Я лично встречался с тем предпринимателем. Мы с ним все переговорили. Но все должно решаться только через суд. Сейчас этот вопрос решают мэр и вице-мэр. Скоро, думаю, во всем разберутся. Например, вот ты инвестор. Когда предприниматель слышит, что в Кыргызстане угрожают, избивают, то сразу передумывают. Только за последние два месяца в Институт бизнес-омбудсмена поступило свыше 50 жалоб от бизнесменов. В прошлом году их было всего 70. В этом году большинство заявителей жалуются на действия правоохранительных органов, на частые проверки фискалов. Мы направили в соответствующие государственные органы, органы местного управления предприятия государственного сектора 16 актов реагирования. Я хочу сказать, также некоторые вопросы мы решали до выпуска актов реагирования. То есть в сотрудничестве диалоги с государственными органами мы смогли их убедить, что их неправомерные действия нарушили права предпринимателей. Давление на бизнесменов вынуждает их уезжать в другие страны. Это подтвердил исполнительный директор Международного делового совета Оскар Сыдыков. Например, количество компаний, переезжающих только в соседний Казахстан, в этом году увеличилось на 46%. Эксперты предупреждают, что экономика страны и так не в лучшем положении. Она может еще значительно пошатнуться, если не улучшить инвестиционный климат. Сейчас в связи с давлением не только на бизнес, но и на чиновников, чиновники тоже не хотят принимать решения. Лучше, говорят, подождать, дождаться, пока все решится, стабилизироваться, потом принимать решения. А для экономики нужны решения. Нужны лицензии, разрешения, нужны согласования, нужны новые поправки в законодательство, нужно перенесение сроков. По маркировке до сих пор не перенесены сроки. Поэтому нам нужно обезопасить не только бизнес, но и чиновников. В настоящее время в целях поддержки и защиты бизнес-сообщества Кыргызстана предлагается кардинально изменить некоторые статьи кодексов. Эксперты в сфере защиты бизнеса говорят и о необходимости расширения полномочий у полномоченного органа по защите предпринимателей. Связано это с тем, что направляемые ими заявления жалобами госорганы расследуют спустя рукава. Министерство экономики, как стало известно, уже подготовило законопроект о повышении статуса бизнес-омбудсмена. ТЭЦ-2 нужна городу, а жителям, построившим дома БлистЭЦ, нужны их дома. В чью пользу будет выбор, пока неизвестно. Однако сегодня жители этой новостройки снова митинговали перед Домом правительства. Несколько дней назад на выездном заседании с участием премьер-министра Улгбека Марепова был затронут вопрос запуска теплоэлектроцентрали в западной части столицы. И глава Кабмина отметил, что если объект решат вводить в строй, то около 400 домохозяйств придется переселить. Жители этого жилмассива сегодня потребовали оставить их дома на месте, как им не раз обещали разные чиновники. Вот уже более 15 лет их обещают выгнать с территории энергообъекта. Их жилища построены в санитарной зоне ТЭЦ, а судом установлено, что документы выданы в нарушение закона. Опять митинг. У Дома правительства собралось около 100 человек, проживающих в районе теплоэлектроцентрали 2 в юго-западной части города. Участники протеста выразили недовольство заявлением премьер-министра Улгбека Марипова о том, что в случае запуска ТЭЦ-2 необходимо будет переселить 400 семей и требовали узаконить участки, на которых они проживают. Мы проживаем там с 2005 года. Приобрели свой участок. Но с тех пор нам так и не выдали красную книгу. И вопрос остается нерешенным. Мы до сих пор не можем узаконить свои 4 сотки земли. По этой причине не можем устроить и детей в детский сад. Наблюдаться у врачей. В каждой семье, которая у нас проживает, есть как минимум по 5 детей. В меру своих возможностей мы все строили там свои дома. Теперь куда нам идти? По словам митингующих, их место жительства не могут легализовать уже на протяжении 16 лет. Система Бишкекская ТЭЦ-2, расположенная в Соколукском районе, обозначена черным цветом. Ее строительство началось в 1986 году, но так и не было завершено. Улицы, примыкающие к неработающей станции, поселок митингующих. Он расположен как раз в той части, что относится к санитарной зоне. Сегодня все чаще заходит речь о реконструкции ТЭЦ-2. А жители этой местности в правительстве хотят переселить. На территории ТЭЦ есть 8 гектаров земли, которые были проданы в бакиевские времена гражданам Казахстана. И если сейчас начнется судебный процесс по данному делу, сторона правительства проиграет. Им придется выплачивать компенсацию. Поэтому им легче прогнать нас. Не зная этой ситуации, предыдущие премьер-министры обещали нам решить этот вопрос. И сейчас, когда осталось только подписать постановление, они решили нас выселить. На строительство ТЭЦ-2 было выделено 136 гектаров земли, около 40 из которых были оккупированы после 2005 года. Однако, по словам жителей, земли, на которых они сейчас проживают, они приобретали за деньги. В качестве доказательства они показывают разные документы. Там не было захвата земель. У каждого на руках есть документы с подписями и печатями Акима Байла Николая Ивановича, главы Ленинской райадминистрации, который работал в то время. За свет, за мусор мы платим. Всё законно. У нас только нет красной книги. У жителей этого посёлка даже есть красная книга, которую они получили в 2007 году. Однако в 2016-м решением суда действие документов было аннулировано. Судебные органы заявили о том, что территория находится прямо под высоковольтными линиями электропередач. Наш вопрос рассматривала судья Досмамбетова-Чинара. Вчера мы предоставили все доказательства, но на процессе не стали нас и слушать. Никакой реакции. То ли у сотрудников мэрии, то ли у Акимеата. Точно не знаю, есть свои интересы. Наш участок у дороги, его запросто можно сдать в аренду. Митинговали жители с самого утра. А встретиться с чиновниками правительства удалось только ближе к полудню. Протестующим вышел министр энергетики Сувенбек Аликеев. Он заявил, что информация о переселении распространила жёлтая пресса. Это интернет-газеты, жёлтая пресса. Трансформация, бегу не остановили, баловай-вай. Сейчас будем решать, что делать. Но трансформация не может быть осуществлена быстро. 400 домов не будут снесены. Несколько человек из числа митингующих вместе с сотрудниками Кабмина зашли в дом правительства. Пробыв там около двух часов, жители жилмассива заявили, что со стороны правительства они не услышали никаких конкретных ответов на заданные вопросы. «Давайте я сейчас поднимусь и уточню. У нас есть процедура. Я сообщу ответственным лицам, а они сообщат вышестоящим органам». А между тем энергетики и экологи отмечают, что ТЭЦ необходимо как можно скорее ввести в эксплуатацию. Это позволит снизить уровень смога в городе и подключить к центральному отоплению крупные жилые массивы и новые многоквартирные дома столицы. Если одни перестанут топить углём, другие снизят потребление электроэнергии. Эта теплоэлектростанция работает на природном газе. Ширин Омурканова, Денис Ламбешин, Баев, НТС. Перед мэрией отстоять дворы и детские площадки своих многоквартирных домов сегодня собрались горожане. Они потребовали от муниципалитета прекратить выдавать стройкомпаниям разрешение на строительство на придомовых участках и игровых площадках. Сегодня бешкекчанам приходится собственными силами защищать такие территории от наглой застройки. Митингующие заявили, что дают мэрии срок до 5 апреля с тем, чтобы чиновники остановили всё незаконное строительство. В свою очередь в мэрии заверили, что на стороне горожан. А факты такой стройки действительно есть. Но разрешения на них давались ещё в 2007-2009 годах. Муниципалитет обещал, что в ближайшие дни создаст рабочие группы, которые займутся проверкой жалоб жителей столицы. Мусорный полигон близ Бешкека должен быть закрыт до 1 сентября. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Артём Новиков. Накануне на заседании он обсуждал с ответственными должностными лицами вопрос реализации указа президента по улучшению экологической ситуации. В нём, подчеркнул Новиков, особняком стоит вопрос переработки отходов. Ну а свалка – проблема, для решения которой уже не только был разработан план, но и изысканы деньги. Однако до сих пор полигон продолжает оставаться местом сваливания ТБО. Перерабатывающий завод не построен, а рекультивация не начата. Артём Новиков заявил, что к началу сентября её обязательно нужно начать. Переработать необходимо площадь в 35 гектаров. Соблюдать безопасность им невыгодно. А вдруг случается пожар, требует компенсации. На Артасайском рынке сегодня вновь прошли противопожарные учения. И снова спецмашины с трудом пробирались к месту возгорания. 20 минут ушло на то, чтобы разогнать проездов стихийных торговцев. Пожарные сначала действовали через разъяснение и предупреждение, а после двинулись к намеченной цели, снося навесы и лотки. Продавцы агрессивно ругались, а следом принимались вновь городить свои торговые точки в неположенном месте. Елисей Кирпиченко расскажет подробности. На Артасайском рынке столицы сегодня раздался вой противопожарных сирен, вслед за которыми базар заполнили сотрудники МЧС. К счастью, волноваться не пришлось. ЧП не случилось, оно выдумано. Для того, чтобы провести очередные штабные учения на торговом объекте, чтобы пожарные освежили навыки ликвидации происшествия в столь людном месте. Да и торговцы в который раз поняли, что со своими стихийными лотками могут стать причиной трагедии. По легенде, в 10.35 утра поступил сигнал о возгорании торгового павильона на Артасайском рынке. Туда незамедлительно выехали две противопожарные бригады. Менее чем через 10 минут огнеборцы прибыли на базар. А вот дальше продвигаться к месту возгорания так же оперативно не удалось. На пути оказалось множество преград. Пожарным пришлось в прямом смысле слова расчищать себе путь. Во время любого пожара счет идет на минуты. Под угрозой уничтожения оказывается не только материальное имущество. Также могут пострадать и люди, находящиеся в непосредственной близости от пожара. По нормам, если пожар происходит на рынке, то противопожарная техника должна подъехать менее чем за пять минут. Но из-за стихийной торговли на это уходит более 20 минут. Со стороны улицы Суиркулова, мини-рынок церковь, со стороны заехали. Проехали 200 метров, проехали где-то в течение 20 минут. Это очень большое время, когда при пожаре сильном. Это очень влияет время на тушение пожара. Сейчас проводим разъяснительную работу совместно с райадминистрацией. Зам Акимом Первым участвует на сегодняшних мероприятиях сотрудник эко-техинспекции, сотрудник охраны общественного порядка, сотрудник Севереэлектро. Всех представителей позвали на участие в сегодняшних занятиях. Торговый комплекс спроектирован так, что внутри имеются проезды, как раз на такие случаи. Но все они заполнены стихийными конструкциями продавцов, прилавками, навесами. Все это установлено буквально на дороге, с тем умыслом, чтобы завлекать граждан на покупку, которая лежит на расстоянии вытянутой руки. Вот и оказывается проем между торговыми лотками таким узким, что едва два человека могут разойтись. Не то, что спецмашина проехать, это лишь учение. А при настоящем пожаре ситуация может оказаться куда более плачевной. Ведь такие ЧП всегда случаются неожиданно. Люди теряются, начинают паниковать. В хаосе стараются спасать свое имущество. В данном случае товар. И сами таким образом оказываются в опасности. Подвергают свою жизнь смертельной угрозе от огня и задомления. Но как возможно организовать спасательные мероприятия, если к месту чрезвычайной ситуации невозможно ни пройти, ни проехать? Как вы сами видели, были препятствия при проезде пожарной машины через торговые ряды. Препятствия были то, что на проезжую часть были выставлены товары, столы, стулья. В реальной ситуации, конечно, это очень может привести к большому материальному ущербу. Также, возможно, может даже к жертвам? Возможно, к жертвам даже. Конечно, после окончания своих учений личный состав отдела чрезвычайных ситуаций Октябрьского района и представители службы гражданской защиты занялись работниками Артасайского рынка. Провели им, наверное, сотый инструктаж на тему того, что стихийная торговля может закончиться трагедией не только для них, но и для покупателей, в числе которых могут быть и дети. Сотрудники МЧС, Центра госсанепиднадзора, районной администрации вновь разъясняли торговцам, чтобы те не загораживали проходы на рынке и вели торговлю в установленных местах. А еще внимательно следили за состоянием электроприборов и не нарушали правила технической безопасности, подчеркнув, что наверняка в памяти продавцов свежее обстоятельство пожара четырехмесячной давности. 9 ноября рынок был закрыт, и вдруг случился пожар. Выгорело 1200 квадратных метров. Торговцы сообщали, что в ту ночь потеряли более 35 миллионов сомов. По официальной версии, искры от сварочного аппарата в одном из контейнеров спровоцировали пожар, а огонь далее распространился на ближайший швейный цех и магазин. На место были вызваны пять пожарных расчетов. Ликвидировать возгорание полностью удалось спустя несколько часов. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества». Подозреваемый в случившемся был арестован. Елисей Кирпиченко, Ирлан Кемельбеков, Антаэс. Не орнамент и не рисунок, а древний язык. Его знаками и буквами расписан памятник, установленный в городке Очаке, недалеко от Бишкека. Открытие этого арт-объекта прошло сегодня. Участие в нем принимали все желающие и инициаторы. Это общественный фонд Айтыж. А создателем скульптуры является Тамила Маматова, выпускница Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина. Главное предназначение этого памятника – историко-культурное. Инсталляция отмечает, что древнекрыгызская письменность играет важную роль для крыгызов. Как говорят организаторы, такие известные историки, как Радлов и Бернштам, называли это енисейское письмо еще более давним, чем даже архонтская письменность. Познакомиться с ним теперь можно благодаря скульптуре в селе Кокчар. Финальные штрихи перед тем, как показать свою работу собравшимся. Видно, что автор скульптуры Тамила Маматова сильно волнуется. Над этой работой девушка трудилась около четырех месяцев. Ее работу установили в селе Очекей. Труд девушки пришли оценить многочисленные гости. Это памятник древнекрыгызской письменности. Представляет из себя фигуру, на которой нанесены необычные знаки, буквы. В числе гостей церемонии открытия, как действующие, таки бывшие министры, депутаты, историки и активисты. Презентация началась с повествования о подвигах Монаса. Трое сказителей выступили с отрывками из эпоса. Теми, где древнекрыгызская письменность сравнивается с мостом, соединяющим прошлое с настоящим. Идея создания скульптуры принадлежит бывшему депутату Садыку Щерниязу. Оказывается, политик целых 10 лет прорабатывал эскиз памятника у себя в голове. Говорит, рад, что наконец смог осуществить давнюю мечту. Монас – это энциклопедия жизни кыргызов, а эта скульптура отображает развитие нашей цивилизации, культуры нашего народа. Ведь все началось именно с этой письменности. Тысячу лет назад наши предки оставили много таких надписей для потомков. К сожалению, мы до сих пор не ценим этого. Когда мы начнем ценить, уважать и учить нашу историю, тогда наше общество встанет на путь развития. Тогда будет прогресс. Тогда наше государство будет развиваться. С ноября месяца я начала работать над эскизом скульптуры. Садык Щернияз подробно рассказал о своих идеях. Красный гранит мы заказали из Казахстана. Из-за того, что у нас был холодный период, я не могла сразу приступить к работе с камнем. Не высекала надписи, он мог треснуть. Ждала, когда потеплеет. Я обращалась ко многим историкам, чтобы они рассказали и показали, какие надписи как должны наноситься. Хорошо, что я со школьных времен знакома с такой письменностью. Когда нам было скучно на уроках, мы с помощью них писали письма друг другу. Буквы, высеченные на этом красном граните, по словам историков, использовались во времена до нашей эры. На этом камне подробно расписана жизнь одной семьи, рождение ребенка, его подростковый период, как и где жили предки. Рассказывается о родственных связях. Например, эта буква «К» означает «Кыргыз», а эта буква «З». Все вместе означает «Кыргызский каганат». Так писали наши предки в VI-VII веке. Когда говорим о родном кыргызском языке, сразу вспоминаю исследования о памирских кыргызах. Исходя из тех исследований, можно понять, что здесь написано. Взять даже грузинов, китайцев, евреев. Они очень бережно относятся к своей письменности. А народы, у которых ее нет, всячески пытаются найти на страницах истории. Ну а мы не ценим то, что имеем. Сегодняшнее мероприятие – это громкий посыл, звонок для тех, кто у власти, для общества в целом, чтобы мы уделили особое внимание нашей истории. Решение использовать в качестве материала для инсталляции красный гранит обусловлено его прочностью. Этот объект может в далеком будущем стать настоящим историческим памятником. Авторы отмечают, что надписи высечены максимально четко, чтобы с годами не стерлись и не пропали. Скульптура, по словам историков, имеет шансы просуществовать несколько столетий. И на этом наш выпуск завершен. Мы благодарим вас за внимание. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»